Девушки отдыхают Лилия Тихонова, а также психолог Светлана Федотова. Самое доброе утро! Ну что ж, Лилия у нас не только руководитель танца, но и еще мама троих детей. Как все успеть, как не обделить вниманием ни семью, ни работу, об этом мы поговорим сегодня. Доброе утро, Лилия! Ну что, сперва представьте, пожалуйста, всех, так сказать, участников коллектива. Кто есть кто? Ну, во-первых, это не все участники коллектива, только малая часть. Это Наталья. Наталья. Загрустила. Такой фокус. Это Ульяна. Привет! Я покажу. Это Ольга. Это Иван. Это Максим. Прекрасно. Отлично, всем познакомились. Да, ребят, вот в самом начале нам показали, я так понимаю, танцевальный батл. Это какая-то часть большого танца, да? Или это прямо такое направление, когда они друг другу показывают, кто что умеет? Нет, это у нас разные самые направления вплетаются свободно в тот сюжет, в тот танец, который хочется показать. Так что это лишь только часть. Там еще мальчики, там девочки. Ой, здорово. Наверняка феерия. Лилия, ну что ж, я думаю, вернемся к нашей теме, о которой мы сегодня хотели поговорить. Лилия, ну и как же вы все успеваете? Раскройте нам, пожалуйста, секрет. Это вопрос очень сложный и большой. Я над этим долго думала. И думаю, что все успеть одной, наверное, невозможно. Мне помогают друзья, наверное, помогают родители. Где-то, конечно, надо там позвонить, что-то скоординировать, что-то самой придумать. Но я без них, наверное, ничего бы сама не успела. Дети помогают? Дети. Сами, в воспитании самих себя. Как бы у нас тут противостояние. Я думаю, обратимся к Светлане, как к психологу, и спросим про вот такой вот феномен, успевающие везде женщины. Прокомментируйте его, пожалуйста. Существует ли это, либо это миф? Хотя, в принципе, мы уже поняли, что у нас есть Лилия, а значит, это правда. Я уверена, что такие женщины есть. И отличаются они от тех, кто не успевает, тем, что они достаточно уверены в себе. И критерии успеваемости находятся внутри них. Не снаружи, а именно внутри. И они, кроме того, себя адекватно оценивают, свои ресурсы, возможности. И они могут делить ответственность. Лилия, ну и, наверное, надо очень любить детей для того, чтобы кроме воспитания собственных, еще и заниматься тем, что учить танцам тех, кто приходит в вашу студию. Ну да, конечно. То есть я без них. Они мне становятся родными буквально с первого дня. Как приходят, а дальше больше. Конечно, неизбежная текучка. Ну, то есть кто-то приходит, кто-то все-таки уходит. Ну, как-то вот это не очень болезненно происходит. А это профессиональные танцы или все-таки это такое прямо хобби у ребят? То есть для сцены или для себя? Вот такой вопрос. Ну, думаю, что, конечно, непрофессионально, но для души. Ну, это первый шаг к большой сцене. Да, я думаю, что да. Любовь к танцу, любовь к тому, что надо делать этот мир лучше. Делать то, что от души, делать то, что нравится, улыбаться, нести позитив. Это самое основное, что должен делать вообще каждый человек. А потом уже дальше куда угодно. Точно. Ну, и таких очаровательных ребят, я думаю, просто невозможно не любить. Опять же вопрос Светлане. Светлана, расскажите, может быть, есть какие-то приемы вот для всех сейчас девушек, женщин, которые нас смотрят? Да и вообще, в принципе, для всех. Как же свое время, может быть, разграничить так, чтобы все успевать? Немножко тайм-менеджмента добавим. Вы знаете, я не очень согласна с постановкой вот так вопроса. Скорее, как успевать, это вопросы второго порядка. Сначала нужно себя спросить, а что мне мешает успевать? Посмотреть вовнутрь себя. Как я делаю так, что я не успеваю? Чего я боюсь? Не слишком ли строго я себя оцениваю? Чьи критерии успеваемости вообще? Вот знаете, даже слово-то такое школьное. Успевать. Успеваемость, да. То есть как будто оно откуда-то из школы. И как будто вот эти вот правила, по которым я успеваю или не успеваю, они когда-то уже установлены, а сейчас вроде как они, ну, надо как-то переоценить. Сейчас вообще модная достаточно тема тайм-менеджмента. Скажите, ведите какой-нибудь ежедневный, где у вас все расписано, 10 будильников в телефоне, планшете, либо это все-таки изначально присущая всем женщинам многозадачность? Знаете, как говорят, мужчина может делать хорошо одно дело одновременно, а женщина может одновременно делать хорошо несколько дел. Ну, вы знаете, я, во-первых, хотела бы вопросить. Сейчас Светлана отвечала. Успеваемость, да, вот оно такое грустное слово, но слово успех. Оно тоже от слова-то, оно уже в корне происходит. Поэтому как бы надо все успевать. Никакого ежедневника у меня нету. То сам знаешь, ой, вот скоро вот это. Поэтому... А по дому нет, там внутренние будильни, конечно. С ума сойти. Когда что приготовить, когда все... Ну, я успеваю лениться. Лениться? Я не успеваю. Амелия, тогда такой вопрос. Остается ли время на себя? Столько дел, столько обязанностей, а как же я любимая? А как же? Что, не похоже? Еще как похоже. Ну, и у меня мужской вопрос. А на супруга-то время остается? Или он тоже вовлечен полностью в процесс? И вы друг с другом общаетесь только по выходным? Наверное, успевает. И то, и другое. Замечательно. Светлана, скажите, вообще эта тенденция современного времени, то, что девушки стали... И женщины стали больше времени уделять не только семей, но и бизнесу. И вообще это нормально? Заниматься девушке в первую очередь карьерой, а не семьей. Либо девушка только вот хранительница домашнего очага. Либо можно совмещать и то, и другое. Вот с точки зрения психологии, как вы думаете? С точки зрения психологии есть два критерия успеха. Успешности и состоятельности внутренней. Это то, как я веду себя в любви, и то, как я веду себя в деятельности. Замечательно. Ну и давайте на этой открытой ноте, на этом открытом вопросе перейдем к сюрпризу, который вы приготовили нам в завершении беседы. Мы знаем, да, что есть еще один классный танец энергичный. И сейчас давайте поаплодируем ему и встретим этот замечательный танец. Кто тебя выдумал, звездная страна? А у нас в гостях были воспитанники студии детского танца Задоренко, их руководитель Лилия Тихонова, а также психолог Светлана Федотова. Спасибо. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо. 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 Продолжение следует...